Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и сегодня мы с вами начинаем проходить дополнение под названием Великая Охота к игре Средиземья Тени Мордора. Итак, давайте начнем. Вновь нам предстоит объединиться с гномом по имени Торвин, и нужно будет вновь разгромить армию, и на этот раз вождей-укротителей. Ну, как бы они там ни звучали, укротители, неукротители, все равно они будут для нас никчемными, с легкостью всех перебьем. У меня сейчас нет времени на твою охоту, уважаемый гном, но это твоя охота, Кэп. В Нурн прибыли отряд вождей, они называют себя укротителями. Действительно, такая добыча по мне, что мы про них знаем. С карагорами ты уже знаком, это ведь я тебя научил всему, что ты о них знаешь. Но позволь, я расскажу тебе об их старших братишках, Торвин, а как же вождей. Ты что, привел меня сюда только чтобы поохотиться на очередную зубастую кошку? На очередную кошку? Слушай, Кэп. Эти карагаты обитают за пределами Нурна, охотятся они тихо и бесшумно. Они могут незаметно подкрасться кому угодно. Что еще хуже, этот новый укротитель выжигает весь кустарник к северу отсюда. Он рассчитывает либо изловить их, либо сломить их волю и заставить сражаться за Саурона. Каждый вождь бить своей земли, укротитель или нет, все равно убью. Эй, осади-ка, сперва надо спутать их планы. И нет лучшего способа это сделать, чтобы натравить на их лагерь тех же карагатов. Покажи мне, как найти этих зверей. Ха-ха, с радостью, Кэп. В тех кустах прячется карагат. Что это еще за лысые кошки? Оседлать карагату, да без проблем. Ха, такой зверь нам бы пригодился. Обучение, атаки карагата. Верхом на карагате вы можете краситься, удерживать левый шифт, скрытно убивать врагов, нажать левую кнопку мыши. Очень эффективно, если прячетесь в зарослях. Убить урока, прыгнув на него сверху, находясь над уроком. Удерживайте левый шифт и нажимайте левую кнопку мыши. Прекрасно, а теперь слушай. Неподалеку есть лагерь уроков, туда они отводят пойманных зверей. Предлагаю тебе наведаться туда со своим новым питомцем. Итак, добраться до лагеря уроков, дополнительная задача, будучи верхом, скрытно убить 7 уроков. Да без проблем. На самом деле здесь вожди очень даже неплохие. С легкостью одолеть, я думаю, не получится. Так, убийц, 5 уроков-охотников. Ну, погнали. Для начала надо, конечно, выполнить дополнительную задачу. Все-таки хочется полностью выполнить задание. Иди ко мне, мой дорогой, как я, по-моему, соскучился, ни к чему, ни вонючие уроки. Так, давайте лучников снимем. Иди ко мне, мой дорогой. Как он не заметил? Я же на его глазах прям залез наверх. Это каким надо быть слепым, блин. Так, отлично, 4 из 7 уже есть. В принципе, я думаю, этого достаточно. Иди ко мне. Ой, короче, хороший райц, их погнали. Так, еще нужно двоих скрытно убить, блин. Ну, ладно, как раз вот осталось тут двух охотников убить. Вот их скрытно и убьем. И задание будет полностью выполнено. Все, отлично. Очень даже легкое задание. В самом начале нам дают. Теперь нам нужно поговорить с Торвином. На белом варге стоит, ждет меня. Молодец, Кэп. Мы спутали их планы. Но это еще не все. Нужно позаботиться о том, чтобы урки уже никогда не смогли укротить карагоров. Вождь-укротитель? Да, этого извращенца пора прикончить. Чтобы выманить его на траве, карагатов на лагере. Чем больше урков погибнет от их клыков, тем лучше. Да, без проблем. Да вы смотрите, какой брутальный вождь. Прям видно, что не какой-то там валенок. А прям боевой вождь. Тумхорн-укротитель зверей. Вождь элита, сила 16. Помыслы. Собирается укрощать варгов, как только разберется с карагатами. Три телохранителя? Ты че, упал что ли? Не многовато ли? Ну-ка посмотрим, что у него. По слабостям. Уязвим для скрытного добивания. Преимущество. Неуязвим к обстрелу. Убийца-чудович. Опытный воин. Блокирование прыжка. Закаленный в боях. И бесстрашный. Да, такой серьезный вождь. Надо запомнить то, что он уязвим для скрытного добивания. Я не допущу, чтобы урки подчинили себе карагатов. Они слишком опасны. В принципе, давайте сразу одолеем этого вождя. Почему бы и нет. Покажем ему, где ураки зимуют. Несмотря на то, что он такой прям брутальный, крутой. Мы докажем, что мы на самом деле здесь самые крутые и самые сильные. Зов карагата. Верхом на карагате скрытно убить сторонников. Так, чтобы враки не подняли тревогу. Чтобы выманить его на траве карагатов на лагере. Чем больше урков погибнет от их клыков, тем лучше. Вау, 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 вау. Подгорело немножко нашего карагата. Вначале в костер упал. Ну да ладно. Будучи верхом скрытно убить сторонников. Так, чтобы враги не подняли тревогу. Блин, это нелегко будет, кстати. Если меня спалят, то придется за мной проходить. Тихо, тихо, тихо. Братиш, не пали меня. На тебе в ухо стрелу. Они еще, видите, вместе, блин, стоят. Как говорится, мы с Тамарой ходим пары. Ох, сейчас спалят. Давай быстрее! Фух, успел. Чуть ли он не спалил меня. Так, слева лучник наверху. Надо бы избавиться, кстати, от него. А иначе он меня спалит. Рано или поздно. Сдохни. Давай, быстрей ковыляй. Сало ходячая. Отлично, два испицы. Так, двое справа. Блин, слева не спалят меня, надеюсь. Валим, валим назад. О, кстати, тем более сзади приспешник появился. Вообще прям замечательно. Так, четыре испицы. Еще одного нужно убить и... Вождь припрется со своими приспешниками, блин. Надо как-то будет прям всех уничтожить. Всех четверых. Возможно, будет нелегко. Так. Ну, вот он и прибыл. Ну, брутальный. Спору нет. Для начала бы, конечно, разобраться с капитанами. О, нахрена ты таких валенков берешь? Боязнь огня, смотрите. Надо его, кстати, захватить. То есть, видите, один приспешник уже отвалился. Или это другой вообще? А, это другой, смотрите. То есть, вон он вождь. Вон три приспешника. Это вообще левый вот капитан, который обосрался огня. Его вот надо бы сейчас захватить. Стой, падла. Будешь подчиняться мне. Давай, давай, быстрее. Все, отлично, гуляй. Этого убиваем, иначе он тревогу поднимет. И побежали, короче. Пора поприветствовать этих капитанов устроить, как говорится, им теплый прием. Не, ну, не получится сначала убить прям капитанов или захватить. Здорово! Надел, блин, опять шлем. Похоже на ромашку какую-то. Эй! Тут произошло много неприятностей. И все из-за тебя. Я здесь, чтобы покончить с этим. Жбак, мастер меча. Давай быстрее, я тебя захвачу или убью. Пока там вон другие бегут к тебе на помощь. А его и захватить нельзя. Ну, пофиг. Давайте немножечко взорвем. Скинем на вас немножечко мух. Да уйди ты, никчемный орф. Мясы! Пленных я не беру, я беру туши. Зун, мясник. Какой ты мясник? Ты вафлик ходячий, ей-богу. Мясник должен тащить, а ты не тащишь. Этот еще, блин, поджег себе голову дурачок, блин. Ох, кто-то там неизлук охреначит. Нужно избавиться от лучей. А, это вождь. Ой, извинь-ка, обстрел. Ну и ладно, хрен с тобой. Эй! Труп с моей выжженной меткой. Вот какая судьба тебя ждет. Гунзао. Поджигатель. Блин, а сейчас вот что там захреначит, кстати. Отлично, еще с одним капитаном разобрались. Демон-призрак. Думал, если моих ребят растерзают наши карагаты, меня это напугает. Я готов пожертвовать тысячами уруков. Ты, шрак, недостойный пятки моего сапога. Ничего себе, какой у тебя завышенный ЧСВ. Так, его можно убить только скрытно. Это, конечно, меня огорчает. Ну что, давай. Пора тебя убить. До свидания, вождь. Да выделывался, как говорится. Че, мясник, ты будешь мне, кстати, сейчас подчиняться. Надо будет его захватить. Иди сюда. А какого хрена? Почему тебя нельзя захватить? Объясни мне. А, во, все отлично. О, тут легендарная руна. Шикарно. Надо будет посмотреть, что это за руна. Там ведь, кстати, сейчас заново придется руны вставлять. Так, уберем этих сраных уроков, чтобы я спокойно забрал вот эту руну. Ой, там тревогу поднимает. Да какую тревогу, ребят? Не надо, вы че, одумайтесь. Зачем вам это надо? Так, смотрим. Оружие и руны. Так, тут три руны у меня уже вставлены. И вот как раз мы можем еще вставить вот эту вот. Стрелу наносит зверям значительно больше урона. Холодное сердце. Тут у нас всего лишь две руны. Надо бы раздобыть где-то еще. Руны для лука. Опа, еще один валенок приперсед. Ладно, раз уж мне пришлось искать тебя, я с тобой покончу. Лучше наблюдать. Ну попробуй, попробуй. Такой самоуверенный, говорит, я с тобой покончу. Не надо тревогу бить. Все, никто тебе не поможет. Уязвим-ка обстрелу. Да мне насрать, что ты уязвим-ка обстрелу. Я и так тебя убью. Это все? Наблюдательный хрен. Ты мой. Тебя так нельзя захватить? Ну давай тогда вот так. В обнимочку. Вот и все. Откуда ты вообще взялся? С первого ряда? Маска, кстати, у нее прикольная. Все, надеюсь, больше тут нет никаких капитанов. О, еще один меня ищет, смотри-ся. Бедолага. Фолгум, храбрый. Капитан Элита, силы 14. Сейчас с тобой разберемся еще без проблем. О, у него порой-то огненный меч прям. Опять, что-то они прям все уязвимы к обстрелу, я смотрю. Трус. О, и что, мне теперь должно стать срочно? Ну, вообще-то да, ты должен подбосраться, видишь, меня. Ах ты с собакой, как тебя бить? Так тебя пробить нельзя. Ну, зато вот так запинать можно с легкостью. Ну-ка. Почему вот так они не захватываются? Приходится обниматься с ними. Давай-давай-давай. Не, не успею. Ну-ка, пока отдохни. Мы бежали, блин, а. Так, давай быстрее. Давай-давай-давай-давай, быстрее захватывай. Все, отлично, гуляй. Все, идите нафиг. Вроде тут больше нету капитанов. Неплохо как зашли, захватили прям. Все, валим отсюда. Сразу погнали еще на какое-нибудь сюжетное задание. Только нужно покинуть эту территорию. А вот, что это вот за задание, я смотрю. Не, не, ребята, идите нафиг, я на задание. Так, беспричинная агрессия. Истребительные отряды мясника уничтожают всех зверей подряд. Чтобы одолеть их, вам предстоит заручиться в поддержку нового союзника. Оседлать карагора. А точнее, карагата. Все время, кстати, куплю. Следовать за торбином. Мясник шлет сюда истребительные отряды, которые... Все уничтожают. Они безжалостные убийцы, эти ребята. Амбициозный вождь с хорошо обученной армией. Прямо-таки вызов. Но если ты меня чему и научил, уважаемый гном, так это тому, что из охотника всегда можно... Я не очень понимаю, что там творится у тебя в голове, Кэп. Но ты ведь уже клюнул наживку. Ну так, захлатывай. Я переду Грауга на бой с этим воинством. Пусть до них дойдет, что Мордор нельзя укоротить. Вот это я понимаю план. Только уж больно прямолинейный. Ты слишком много времени провел в моей компании. Но есть одно небольшое затруднение, о котором я должен тебя предупредить. Вопреки всем ожиданиям, твои затруднения слишком редко бывают небольшими, Торвин. Ну, значит, ты не удивишься. Эти ребята уже завалили Грауга. А то и трех. Тебе придется отыскать другого, редкого Грауга. Его еще называют мерзким. Он сожрал столько хулов, что яд его уже не берет. Мерзкий Грауг? Как-то избыточный. Я не знаю, что такое избыточный, но если это значит ядовитый, то да. Он крайне избыточный. Хорошо, уважаемый гном, научи меня, как подманивать этих зверюх. Остальное я возьму на себя. Вот такой замес. Просто разведчики нарвались на кулов. Легкая добыча. Сложите его оружие, убийцы. Давайте их всех перебьем. Ох, понабежали. Смотрите, сколько целей появилось. Стой, что это было? Так, ладно, обучение, приманка Грауга. Выстрелите по висящей приманке для Грауга, чтобы подманить мерзкого Грауга. Что, блин, где я оказался? Что это за глюк был? Ну, давайте приманим. Ну, и где я? Выжить в бою. Дополнительная задача отравить 10 рукав разом. Так, ну давайте его захватим. Ух, хана вам, ребята. Так, обучение. Атаки мерзкого Грауга. В верхомном мерзком Грауге, чтобы прицелиться, удерживайте правую кнопку мыши. Чтобы плевать рвотой, удерживайте левую кнопку мыши. Это уменьшает здоровье Грауга. Чтобы хватать и пожирать врагов, нажмите правую кнопку мыши. Это лечит Грауга. Чтобы Грауга вырвало, нажмите левую кнопку мыши. Короче, понятно. Это обычный здоровый Грауг. Ну, всего лишь немножечко вот так поблевываю. В принципе, как говорится, ничего нового. Ух, сколько тут вас много. Грех не болевануть сюда. Хорошо-то как. Извините, ребята, у меня немножечко проблемы с желудком. Надо немножечко поблевать на вас, как говорится. Что-то как-то не хреново, кстати, отбелевать и вздыхает. Ух, ничего, уже. Как у вас поливать? Так, резко нужно травить 10 уроков. Ну вот, сколько у вас тут. Думаю, 10 есть. Ай, собаки, отравитесь. Во, все отлично. Дополнительно здание выполнено. Мясник остался без своих истребительных отрядов, но пока он сидит у себя в крепости, ничего не мешает ему вербовать новых убийц. Навидайся к нему, познакомь его с мерзким Граугом. Зугор, убийца зверей. Вождь элита, силы 16. Помыслы выполняет свою клятву очистить эту землю от всех грязных и вонючих тварей. Четыре телохранителя! Я впервые такое вижу. Хотя нет, по-моему, максимально пять телохранителей. Ну да ладно. Что у тебя по слабостям? Его лучше бить дистанционными атаками. Преимущество. Ненавидит, когда бьют его телохранителей. Уизим для скрытных ударов. Убийца-чудовищ. Опытный воин. Блокирование прыжка. Бомбардир. То есть он быстро выстреливает несколькими снарядами, которые взрываются при попадании в цель. Вот это, блин, сложно, капитан. Я помню, помню его. А точнее вождь. Так, закаленный в боях и грозный командир. У этого вождя больше телохранителя, чем у других. Вот тут-то мы явно, наверное, попотеем. Ну я рискну прям сразу на него сейчас выйти. Что он там говорит? Ничего, не понял, что он там сказал. Ну да ладно. Где этот вождь находится? Вот он. Мерзким нет покоя. Надо как-то грамотно будет одолеть его. Атакуйте лучников плевательной рвоты Мерзкого Граугу, и тогда на бой выйдет Зугор Убийца Зверей. Повидайся к нему, познакомь его с Мерзким Граугом. Ух, здоровый мой пухлик. Ну что, погнали, облюем их. Япония, мать, вот это у тебя подбородок, блин. Как у жабы какой-то. Так, атаковать лучников плевательная рвота, я понял. Двадцать... Двадцать лучников. А, тут нужно прицеливаться, я понял. На, тебе блеванули разочек. Так, надо сожрать срочно. Иначе убьют моего пухлика. Отлично, пополнили здоровье. Ну что там стреляешь, на. Блевоты тебе. Так, есть кого-то пожрать. Вам нужно срочно все-таки здоровье восполнить. Люди, как бы, хороший, дай тебе скушаю. Он мочит. Сейчас так много, а? Странных лучших. Ой, сейчас сдохнет он. Давай, ешь. Девять из двадцати. Че-то многовато, конечно, лучников. Нужно убить. Так, че у тебя там по здоровью? Ешь срочно. Давай, дружище, быстрее. Все, красавчик. Еще четверых. На, Харчок. Да в смысле, как ты не попал-то? Что ты, какой-то косой такой, а? Как он не попадает, я не пойму. Лови. 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 Ну что, попробуем сначала разобраться с вождями. Спешится. Мне все-таки этот граук не нужен. Ну, блин, если я сейчас начну нападать на капитанов, то, скорее всего, поднимут тревогу. Будет жопа, конечно. Вождя ставим прямо на десерт, скажем так. Потому что, если я сейчас буду ступать с ним в бой, его приспешники прибегут, и меня просто-напросто запинают количество. Блин, как на зал к нему, видите, идут. Добрый вечер. О, этот огня боится. Давай, хватай его быстрее. Иди же ты сюда. Да не он. Сука, ладно, хрен с ним. Потом я тебя найду. Эй! Мои игры станут для тебя мукой, мой сладкий. Уж гол к квартире мейстера. Этого захватить нельзя. Ну и хрен с тобой, знаешь, сдохнешь. Так, первый есть. Отлично. Забираем сразу руну. Ой, как раз. Для лука. То, что нужно. О, а чё тебе... О, не хрен его себе. Вот я и говорю, вот этот товарищ еще жесткий. Серьезный. Вождь. Просто как, я не знаю, как... Из пулемета хреначит. Иди сюда. Я хочу тебя захватить. Артиллерия, блин, ходячая. Ей богу, а не вождь. Эй! Ты надеялся пробраться к нам под покровом темноты? Трус. Я трус? Ооо, я думаю, мы давай отойдем. Это вы, блин, трусы. У вас четверо. Плюс еще и вождь. Против одного. Так, не. Можно как-то обойти. Давайте его приманим. Эй, товарищ, иди сюда. Нихренать, у тебя броня из костей модная. Прям иди сюда. Ну давай, давай, топай. И в итоге в обход побежал. Ты что, дурак что? Ну-ка, проверим. Конечно, блин. Неуязвим к обстрелу. Все капитаны здесь почему-то неуязвимы к нему. Дурак, блин, своего поджог приспешники. Один все-таки сбежал. Вот хрен с ним. Рано или поздно я все равно его встречу. Давай-давай-давай, иди сюда. Ну давай, убей меня. Он ведь сказал, kill you. Сальдопыт. Сейчас я полакуюсь твоими страданиями. Скунс, собиратель костей. Слышь ты, Скунс. Собиратель костей. Ты будешь моим, ты в курсе? Ты в курсе моего времени! Накупона, мать! Он что, по... А, он по-моему этому капитану хреначит. Зараза. Нужно быстрее спасать его. Иначе убьют его нафиг. О-о-о-о-о-о, падай. На тебе выстрел в голову. Я тебя уничтожу, отвечаю. Даже не вздумай стрелять. С гори синим пламенем. Все. Присел. Все равно. Я лучший охотник. Не, ну... В принципе, я не спорю. Очень даже хороший лошадь. Мощный. Он спокойно может, я думаю, всех капитанов здесь перебить. О, легендарная руна с него выпала. Отлично. С истребительными отрядами мясника покончено. Посмотрим, как теперь уроки совладают силами природы. Ну что, в принципе, давайте тут тогда закончим на этом серию. Как говорится, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока. Почему вы, дебилы, такие, вздыхаете на ровном месте? Субтитры сделал DimaTorzok